добрый день дорогие мои этот разговор для пистяковцев и ивановцев я хочу рассказать о санатории семигории который я называю украденный санаторий вчера получил известие что он обанкротился и сижу немножечко вот с такой ироничной улыбкой потому что так и должно было произойти значит почему он украдены дело было так вот мы здесь 93 года занимаемся и занимались реабилитации детей после рака крови и мы всегда мечтали иметь здесь санаторий на эту тему вот мечта наша четыре раза чуть не осуществилась но последний раз здесь из-за рейдерского захвата она так и не случилось люди потеряли 10 миллионов рублей и разрушился весь проект но самим санаторием вот с его концепции я все время как говорится таскался как курица с яйцами и всем предлагал его реализовать мы его реализовали несколько раз то есть у нас во владимирской области санаторий для детей после рака крови существует русское поле существует чехове однажды строили под церковь значит прямо концепции заместитель губернатора нижегородский приезжал им эту концепцию осуществили около дивеева вот дивейская слобода это вот моя концепция детского санатория но его не сделали там маленечко по были дети но после превратили его в гостиницу которая сейчас никакого отношения к детям не имела так вот однажды я услышал что мой приятель из родников вторая стал начальником сбербанка иванов кого сбербанка я к нему поехал и говорю слушай давай реализуем вот этот проект либо вы придумаете как нам кредит взять достаточно такой лояльный чтобы построить этот санаторий а может быть сам сбербанк его реализует и было бы это здорово для пистяков и для иванова и было бы всем полезно он взял он порадовался я кстати и совком банком об этом же с разговаривал и с другими кто там в области есть кто бы мог в это вложиться и с власовым и ну в общем со многими кто бы мог это сделать но никак это ничего не реализовалось ну хотя я участвовал в концепции развития или вот реконструкции например плюс а мы так адемии туризма создавали концепции там тоже как-то реализовывалось но тоже не вышло на санаторий на детский да и не должно было выйти нельзя там санаторий детский делать не надо по крайней мере так вот что же с семи горе однажды я на попутку сел и стали знакомиться с водителем я говорю ты кто он горит ну вот я руководитель строительства значит мы строим всякие объекты социальные и я говорю ой как социальный у нас вот тоже есть в планах вот такой вот санаторий вот такая это концепции деревянные здания там все это должно быть водичка тут всякое и все а он такой смотрит на меня и говорит как мы же строим сейчас такой санаторий я говорю где вы строите вот там строим я говорю а кто его строит ну строит его тараев и как тараев я говорю ему дал концепции этого санатория почему он строит там или где-то ну в общем санаторий построили для первой жены меня вот она была владелица я сейчас не знаю кто владелец этого санатория как я понял что никто или он продается или его банкротит каким-то образом и действительно подстроили вот под эту идею что мы там будем реабилитировать детей причем первый же год открытия область дала шесть 60 миллионов туда на то чтобы реабилитировать детей на второй год дала тоже сколько-то много тоже либо 60 либо 50 вот но так не случилось никакой там особой реабилитации не создан не комплекс был ничего нет там и вторую идею меня реализовал то есть недалеко скважину пробурили начали воду лить как мы и мечтали ее начали в в москве продавать но вода не то и и и туда куда могли бы мы пистяковскую воду возить и продавать никто не берет все равно качество не пистяковской воды так вот вот таким образом это санаторий казался украденный почему там не могла реализоваться идею вот такой глобальная реабилитации там экологии не то я скажу может быть обидную для кого-то вещь и не очень полезную для области но волга грязная и волга этой грязью извините фонит на несколько десятков километров и вот для таких тонких вещей как реабилитации после рака в общем-то но особенно детей там местность непригодная и там можно другие санатории строить и мы знаем что в решме очень такой полезный санаторий и какие-то еще значит тут вот я в нижегородской области езжу там очень сильно развито вот все это дело и будет еще больше развиваться но у нас санаторий сами горе оказался вот такие хитрые украдены и людьми которые даже не поняли как с ним обойтись его можно было запустить под какую-то систему вот сейчас там написано что скорее всего что даже к бубновскому обратились за тем чтобы вот он посмотрел и может быть он там свой центр откроет не откроет бубновский там центр потому что бубновский вот здесь у нас все купил в пистяках он здесь хотел хорошего санатория поскольку и для его системы нужен хороший воздух хорошая вода хорошая экология вот которая здесь окружает уж физические то занятия он и сам очень хорошие предлагает вот поэтому еще раз напоминаю у нас есть прекрасное родниковое кольцо концепцию которую создавал академии туризма по этой концепции по этому маршруту мы провезли тысячи людей в том числе московские иностранцы значит всяким и мы ездили по этому кольцу сейчас прекрасная часть дороги выстроена от шуи до нас и это уже пол кольца если область возьмется сделать хорошую дорогу еще и лух фелисова родники парская шуя и или дунилова значит то это родниковое кольцо но по своему туристическому значению в свое время на выставке мид значит туристической выставки было признано лучшим для россии лучшей концепции то есть считала что это самые перспективные концепции для развития туризма в области средней полосы потому что на нем на этом кольце 20 храмов почти 20 источников святых монастыри стоят парки есть значит в родниках сады есть вот и все остальное есть на нем легко можно построить от 10 до 20 санаторий построить систему обеспечения питания и загрузить деятельностью и работой огромное количество людей то есть вот если бы такие деньги которые сейчас на дорогу затратили от иваново до нижегородской губернии потратить просто на санатории у нас было бы 20 санаториях которые купили бы каждый санаторий вот так вот если вы хотите понимать высокотехнологичный он кормит около 600 человек окружающих работникам дает потому что надо выращивать питание надо обслуживание так далее там подобные все остальное поэтому печально что гибнет семигорье спасти его наверно спасу то есть юридически есть концепции которая могла бы его на мой взгляд спасти даже даже там но еще печальнее что у нас не появились такие санатории в пистяках в луухи там отличное место есть для этого санатория в родниках тоже есть прекрасные да даже стоящие здания которые надо хорошенечко почистить это парк и бывший туберкулезный диспансер который в общем то вполне для ну в общем использовать можно хороший детский санаторий обязательно нужно строить в палехе потому что там прекрасные есть преподаватели прекрасные экологии все остальное ну и так далее все спасибо за внимание извините что я улыбаюсь но это наследие вот менее она конечно мы долго будем расхлебывать области пустили и финансовым в экономическом в духовном плане опустили ниже плинтуса не дай бог новому губернатору как-то с этим разобраться разгрести как-то все это вот дай господь ему поддержки все спасибо за внимание всем здоровья радости аминь аминь